И с нами на связи Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса ВСУ, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-20-х годах. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Каждый раз мы стараемся начать наш разговор с оперативной обстановки в Черноморе. Я знаю, что вы внимательно следите за тем, что там происходит, а что там происходит сейчас? Ну, после тех штормов, которые были на прошлой неделе, отмечается незначительная активность в Черном море. Вышло небольшое количество кораблей, отмечается порядка четырех кораблей, которые покинули пункты базирования. Это Севастополь-Новороссийск. Свою позицию занял традиционный корвет российский на входе в Керченский пролив. Носителей ракет-калибр в море сейчас не отмечается. То есть, в принципе, сейчас я так понимаю, что зализывают те раны, которые шторм, который был на прошлой неделе, нанес и пунктам базирования, и гидротехническим сооружениям, и особенно средствам их защиты. И в Севастополе, и в Керченском заливе, в Керченском проливе, но и в других пунктах базирования. Вот такая новость. Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью армии «Информ» сообщил, что в Украине разрабатывают новую модификацию ракеты для отечественного ракетного комплекса «Нептун». Изначально мы знаем, что комплекс «Нептун» разрабатывался для поражения кораблей противника. Сейчас вот речь идет о версии крылатой ракеты для поражения наземных целей. Так, знаете ли вы об этом? Да, уже была информация, что якобы даже какие-то образцы были использованы. Помните, это было тогда, когда был поражен комплекс С-400 на западном Крыму. Была информация, что как раз это поражение было осуществлено вот этой новой, ну не новой, а модификацией ракеты «Нептун». Но в принципе тенденции ракетостроения сейчас таковы, что на классических противокорабельных ракетах ставится специальное устройство, дополнение к головке самонаведения. И ракета, кроме того, что летит по радиоконтрастной цели, то есть это корабль на фоне моря, она может также лететь по цели, которая находится в какой-то координате на земле неподвижно. В принципе, такая доработка сейчас несложная. Я знаю, что многие такую доработку делают. Но те же самые, наш противник, например, они таким образом модифицировали свою ракету «Оникс». Мы знаем, что у них много таких батарей стоит в Крыму, 11-я, 15-я бригады. И они стреляют регулярно этими ракетами, например, по Одессе. Я думаю, что нам это, в общем-то, будет очень полезная модификация, потому что таким образом мы сможем стрелять крылатыми ракетами, мощными такими, как «Нептун», по целям на берегу. Сейчас мы можем использовать крылатые ракеты только воздушного базирования. А тут, в принципе, это будет проще наносить удары. И я думаю, радиус действия этой ракеты позволит наносить удары по целям на оккупированных противникам территориях. То есть, о какой дистанции идет речь в данном случае? Ну, я думаю, до 500 километров точно. Как раз то, что нам нужно. Я вообще понимаю, что вы флотский офицер, не разработчик оружия. Но вот все равно, по вашему мнению, сколько необходимо времени, чтобы поставить такую ракету на вооружение, а чтобы производить ее и иметь уже в своем арсенале? Ну, я думаю, что там есть какие-то договоренности по производству этой ракеты, потому что в Украине делать ее сложно. Сейчас мы понимаем, что вся территория находится под обстрелом. Ну, я думаю, что если есть такие договоренности, есть технические возможности делать такие образцы, то это недолго. Главное, как раз вот ракета была последним звеном ракетного комплекса «Нептун», потому что мы помним, что комплекс «Нептун» был принят даже формально на вооружение. Министерство обороны в 2020 году ракеты появились фактически через два года только. Но, насколько я понимаю, если такие заявления есть сейчас, то есть возможность их производить. А сама доработка много времени не займет. Ну, будем надеяться, что этих ракет будет как можно больше, и они будут доставать вот те цели в том же Крыму, временно оккупированном, на которых вы сказали. Тем временем в России призвоили звание гвардейского кораблю Черноморского флота Российской Федерации адмирала Макарову, который оккупанты, как мы знаем, с трудом отбуксировали Севастополя в 2022 году. Напомню, что этот теперь уже гвардейский корабль получил дыру после атаки украинского надводного дрона. И вот указывается, что Путин наградил этот корабль, процитирую, за массовый героизм. А как вы считаете, можно ведь и остальные сожженные, утопленные российские корабли награждать тоже с пометкой, например, «Гвардейский посмертно». И звание, кстати, эти могла бы автоматически выдавать ракета «Непун». Ну, я скажу, что я связываю это с тем, что фрегат Макаров стал флагманом флота после уничтожения крейсера «Москва». Если вы помните, крейсер «Москва», он носил такое звание, гвардейский, и оно было присвоено еще до начала широкомасштабной агрессии. Даже это было звание присвоено еще до оккупации Крыму, до 2014 года. Я думаю, что, по всей видимости, это имеет такое психологическое и идеологическое значение, чтобы флагман флота имел звание гвардейского для поднятия духа. И таким образом, хотя корабль, в общем-то, действительно, он подвергался атакам, и, в принципе, та атака, которая была на него проведена, с его повреждением серьезным, показала то, что, в общем-то, расчет противодействия подводным силам и средствам фактически никак не сработал. Ну, стрелял он ракетами по целям на территории Украины. Я думаю, что под это все подвели. Но, опять же, идея, наверное, в том, чтобы иметь флагман якобы флота под этим клише, что он якобы гвардейский. Ну, вы знаете, вот звание гвардейского, наверное, должно присваиваться после каких-то побед значительных, да? А здесь корабль сам пострадал, получил дыру и из-за этого стал гвардейским. Вот они не принижают звание гвардейского вот этим? Все же ведь видят и все понимают, что произошло. Ну, знаете, честно говоря, это звание, оно такое относится. Это советский атовизм, оно было придумано в Советском Союзе. Вот. У нас сейчас такого, значит, нет. Вот. Я не знаю, какие критерии сейчас они выбирают для того, чтобы присваивать его. Действительно, ну, как я сказал, там тоже было, ну, как бы по вопросам ведения боевой деятельности, вопросов было много к этому кораблю. Вот. Что там? Ну, как мне кажется, что они для, опять же, поддержания там какого-то боевого духа хотят просто присвоить флагману текущему Черноморского флота звание гвардейский, чтобы как бы там поднять вот это вот. Знаете, удивительно, не утонул, значит, гвардеец, да? Ну, да. Утонул тоже гвардеец. Гвардеец же утонул, первый. Да, первый гвардеец утонул, второй гвардеец получил дыру, не утонул тоже гвардеец. Ну, такое. Тут хотелось поговорить о морских дронах, вот, но на этот раз вражеских. Издание агентства пишет, что вот до конца года Минобороны РФ получит первые российские морские дроны. Их испытания пройдут в зоне, так называемой, как они говорят, спецоперации. Об этом журналистам рассказал управляющий директор холдинга, такого у них есть, КМЗ Михаил Даниленко. И вот, по его словам, безэкипажный катер будет способен разгоняться до 80 км в час, нести взрывчатку весом до 600 кг и преодолевать более 200 км. Мы видим, что вот РФ достаточно быстро учится у ВСУ. Как вы считаете, удастся ли им вот быстро реализовать задуманное? Ну, на самом деле, это несложный, как бы, агрегат. Вот, если честно, вот этот вот дрон, он собирается фактически из составляющих элементов гражданской номенклатуры, то есть это фактически катер, любой катер с двигателем, с какой-то системой наведения. Единственное, что там военное, это, может быть, вот эти датчики и, может быть, связь защищенная. Ну, и главное, боеприпас. Вот, то есть, в принципе, ну, это, ну, несложный механизм. Вот, единственное, что мне не очень понятно, почему только 200 км у него дальность, потому что, ну, как бы, даже если его использовать с западного побережья Крыма, например, по объектам, ну, где-то возле нас, то это будет, ну, фактически на пределе. Вот, а другое, а если говорить о том, что, ну, несколько на длительные дальности, то это вообще невозможно. Я думаю, что с дальностью там, может быть, информация немножко неверная. Но самих целей, военных целей для них сейчас нету. В составе военно-морских сил нет кораблей, которые могли быть целями. Мы, используя такие дроны, ну, стреляли ими по большим десантным кораблям, по фрегатам, по корветам, по ракетным кораблям на воздушной подушке, это вот этот сам Бума, вот, а, ну, у нас, как бы, просто есть надводные катера, они небольшие и они тоже юркие. Я думаю, что эти дроны их даже, ну, не смогут догнать, потому что у них маневренность не хуже. Вот, ну, я думаю, что если, скорее всего, это делается для того, чтобы бить по гидротехническим сооружениям, то есть по портам, то есть такой дрон просто заходит в порт, и если нету, например, бонус сетевого заграждения, он может подрывать какой-то причал. Может быть, мост где-то там, например, в Затоке. Мы помним, что такая история уже была, когда россияне использовали дрон. Вот, может быть, самое опасное, наверное, если они будут их использовать по вот этим судам гражданским, которые осуществляют судоходство из наших портов, и, в принципе, постихоньку вот этот ручеек, он наполняется, то есть интенсивность, она увеличивается. Она, конечно, там, ну, недостаточная, чтобы говорить там, но, тем не менее, она существует, и суда выходят, заходят, а уже за вот с августа месяца уже 200 судов, 7 миллионов тонн, то есть, в принципе, потихоньку набирает она обороты. Вот для того, чтобы эти суда атаковать, вот это может быть угроза. Вы думаете, что они решатся вот так вот нагло, откровенно, просто бомбить этими дронами гражданские суда под чужими флагами? Ну, они же не стесняются бомбить. Не, ну, одно дело, там, мина какая-то, они могут заявить, да, это была украинская мина, как они обычно делают, хотя даже Украины, мы знаем, что это украинские мины с украинской маркировкой, на самом деле российские мины, такие мины, которые были захвачены в Крыму во время захвата Крыма. Но в данном случае будет очевидно, что это их дрон? Ну, три недели назад было очевидно, что они ракетой попали в судно, которая заходила в порт Пивденный, вот, ракетой, причем Х-31П противорадиолокационной, и ничего их там не коробило, и, в общем-то, ничего там им не было. Поэтому такие вещи они могут использовать, вот, я думаю, что... Поэтому, вот, возможно, для борьбы вот с такими, в том числе и с такими дронами, были бы полезны вот эти катера, про которые говорил президент на прошлой неделе, что ожидается передача ВМС Украины катеров для защиты, как раз, вот этих конвоев. Вот, быстроходные катера, ну, с артиллерийским ракетным оружием были бы, конечно, очень под стать, чтобы вот, как раз такие дроны выявлять и уничтожать. Вот, вот, в принципе... А насколько вообще легко или тяжело выявить и уничтожить такой дрон? Есть какая-то специальная аппаратура, или это визуально видно, вот, что он приближается, например, кораблю? Ну, все зависит от... Есть радиолокационные станции. Кстати, россияне, после того, как мы стали активно использовать вот эти дроны, ну, в Крыму они даже поставили на побережье целый ряд радиолокационных станций, вот, как раз для выявления таких дронов. То есть, то же самое может быть на борту катера, корабля, радиолокационная станция, тепловизионная какая-то аппаратура для того, чтобы выявлять этот дрон, потому что, ну, он контрастирует по температуре из-за работы двигателя, например, оптический какой-то прибор. То есть, эти дроны, ну, можно выявить достаточно далеко с дистанции, может быть там 2-2,5 километра минимума, и, в принципе, даже, несмотря на ту скорость, которая у них есть, есть время для применения оружия, в общем-то. Если это, ну, артиллерия, например, 20-30 миллиметров, скорострельная, то она очень хорошо справится с такой целью. Ну, мы знаем, например, у нас очень, как бы, успешно работают гепарды, вот эти танки, вот, ПВО. Ну, они работают по шахедам, скорость которых, в общем-то, ну, минимум в, ну, я думаю, в два раза выше, как бы. Поэтому тут, я думаю, если современная техника будет, то эти дроны можно перехватывать и уничтожать. А как Вы считаете, очевидно, что в этих российских морских дронах могут быть и западные комплектующие? Вряд ли они, ну, все смогут собрать на российской элементарной базе, как Вы думаете? Да, там однозначно будут какие-то комплектующие, в общем-то, вот эти чипы авионика, ну, она может быть западная, так же, как сейчас мы находим и в ракетах, и «Калибр», и вот даже в шахедах новых находим вот эти вот составляющие. Но, к сожалению, есть эти обходные пути, которые позволяют им импортировать сейчас эту электронику, авионику через третьи страны. Но мы тоже видим, что, в общем-то, Соединенные Штаты, другие страны, ну, в общем-то, стараются каким-то образом, ну, перекрыть эти потоки. Но я думаю, скорее всего, что какие-то составляющие будут. Очень много Китая делает вот этих схем, вот они могут использовать оттуда эти схемы. Вот Вы уже сказали об этом, и издание «Дефенс-экспресс» сообщило, что российские оккупанты, вот пытаясь защитить бухту Севастополя от украинских атак, включают очень мощные средства радиоэлектронной борьбы. И вот они настолько сильны, что их работа, вот даже заметна из космоса. Издание пишет, что, в частности, вот средства РЭП создают настоящие засветы на спутниковых, так называемых, САРС-снимках. Вот мы сейчас видим снимки от 23 ноября, и видим бухту, и видно эти засветы на одном из... Вот сейчас мы на этой фотографии видим просто бухта закрыта вот каким-то просто мощнейшим излучением. Вот это и есть то излучение, например, которым они пытаются защититься от морских дронов, сорвать управление у них, да? Или от воздушных дронов тоже так защищают? Ну, смотрите, у каждой системы управления, ну, например, теми же дронами, есть своя рабочая частота. У радиовокационных станций есть своя рабочая частота. Ну, по всей видимости, вот, россияне выяснили частоту, на которой проводится радиотехническое наблюдение вот за бухтой, за этой, потому что это не оптический снимок, а радио... ну, при помощи радиовокационной станции. И можно на этой частоте поставить вот такую вот помеху. Это, в принципе, ну, как бы не новое изобретение, вот, другое дело, что действительно нужны просто силы и средства для того, чтобы такую помеху поставить. Вот это, в принципе, возможно. Ну, они еще в период после оккупации Крыма в 2014 году очень сильно усилили вот эту составляющую радиоэлектронной борьбы, потому что тогда поняли, что, в принципе, в случае конфликта с Западом, они, ну, сбить ракеты, которые могут быть использованы, они с листами ПВО не смогут. А вот радиоэлектронная борьба может повлиять на эффективность поражения ключевых целей в пунктах базирования, ну, основной из которых это Севастополь. И поэтому я думаю, что вот тогда они развили вот эту вот отрасль серьезно производства военного, как производства системы радиоэлектронной борьбы. То есть, насколько я понимаю, вот по этим снимкам этот снимок регистрирует радиоизлучение. И разведчики, да, которые понимают в этом, которые могут считывать это излучение, они понимают, например, какой корабль стоит или вот кто это излучение производит, да, и понять, что там находится. В данном случае, вот они этим, как мы видим на этом фото, да, они перекрыли полностью и не видно вообще, что там стоит, какие излучения, и не можно зафиксировать, да, вот какие-то там корабли там или какое-то оружие российское. Правильно я понимаю? Если, дело в том, что, как правило, при стоянке в базе корабли выключают все свои радиотехнические средства, потому что, ну, для их фиксации, для их работы используются пассивные системы наблюдения. То есть, там ничего включать не надо, и, в принципе, их выявить можно достаточно легко. Правда, противник может тоже поставить ложные какие-то источники излучения радиотехнического. То есть, например, радиолокационная станция, либо там, ну, какая-то стрельбовая станция. Вот это можно все определить, потому что частоты все время будут одинаковые. Зная частоту, можно примерно определить, какая система оружия, либо какой радар работает. Тут, я так понимаю, идет использование активной головки радиолокационной станции, которая находится на спутнике. И вот просто вот этот сигнал, который, ну, должен отражаться от целей вот в этом районе, он из-за помехи вот этой сплошной, он имеет вот такой вот вид полностью засветки. Такого вот квадрата, вернее, прямоугольника. Они пытаются залить там по всем частотам, насколько я понимаю, защищаясь от возможных дронов, чтобы они не проникли и сорвать их радиоканал управления. Но они, тем не менее, в Крыму защищаются и по-другому. Вот они, сообщается, что они восстановили заграждения от морских дронов, ранее поврежденные во время шторма. Вот. И вот ранее пишут, можно было увидеть, что после шторма 27 ноября боновые заграждения были смыты волнами. То есть так они тоже защищаются, да, вот этот вход в бухту? Ну, да, были фотографии, что разрушены были вот эти ряды, и особенно те заграждения, которые были над водой. Там были понтоны, там были баржи. Вот их смыло, в общем-то, и выкинуло туда, вот даже на северную сторону. Я видел фотографии. Ну, как бы, понимают они, что это угроза, поэтому в течение недели восстановили все это. Ну, по крайней мере, возможно, большую часть восстановили. У нас буквально остается еще минута. Хотел бы вам такой вопрос задать, наверное, более общий, но тоже важный. Глава Питагона уверен, что США не позволят России одержать победу в Украине и планируют оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи. Меня вот в этом заявлении, знаете, настораживает только одно. Не позволить РФ одержать победу и помочь Украине одержать победу, это ведь, ну, две большие разницы. Пока вот поставки оружия все-таки помогают нам сдерживать Орду на пути в Европу, но не победить ее. Как вы считаете, придет ли понимание к нашим партнерам, что нужно побеждать РФ, и именно в этом ключ к окончанию войны? Ну, да, ну, это такие философские дискуссии. В основном это политика. Но я думаю, ну, все, как бы, политики, ну, две стороны существуют, диалога. Я думаю, что действительно надо, ну, свою позицию доводить и максимальные средства использовать для того, чтобы убеждать, потому что действительно, ну, оружие нужно больше, но его нужно концентрировать в наиболее таких слабых местах противника, ну, тоже какие-то использовать, может быть, такие элементы хитрости. Но я думаю, что не останемся мы без помощи. Спасибо. Спасибо. На этом добром слове мы закончим с вами беседу. Благодарю, что нашли время и вышли с нами на связь. Напомню, зрителям Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса ВСУ, заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины ВСУ в 2004-2020 годах был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо.